вообще интересно чтобы вы рассказали чем вы занимаетесь и чем вы живете я просто сама немножко знаю я можно сказать что очень счастливый человек потому что как-то смог совместить мой бизнес с моим вот интересами и я сам всегда был вот поклонником истории я всегда любил старые фотографии я окончил я mba бизнес-администрация и потом и параллельно я учился на фотографии там есть очень знаменитый колледж искусства сент-мартин святого мартина колледж я окончил и я очень много фотографировал когда даже в каникулах все если очень много но потом я заново как сказать нашел и приобрел грузинскую интересную фотографию девятнадцатого двадцатого века начало и это было совсем другое пространство я ходил по улицам я у меня были вот эти копии вот этих старых фотографий вот и здание людей и для меня как-то открыл другое как-то портал в другое измерение и вот каждое сейчас каждое вот здание которые есть в грузию когда я хожу у меня все есть то вот здесь я вижу что было прежде как как сперва это вот сперва это строилось потом что изменилось во время коммунистам все что осталось даже из здания которые уже нету я вижу их когда я хожу и людей конечно я очень много ходил вот я специально купил когда я вернулся это было конец девяностых приобрел ниву ботра ручки и и ходил по провинции и всегда спрашивал интересных людей и записывал иногда на видео но аудио тоже сканировал семейные альбомные фотографии и все говорят что ты делаешь это диссертация для тебя или что потому что я как-то истерично все это собирал потому что было ощущение что все это теряется эти люди уйдут и собой возьму вот заберут секрет и слава богу что я это сделал сейчас у меня тоже некоторые записи я никогда не слушал потому что я даже там не слушал потому что это было очень большая информация чтобы все это но но все таки записывал может когда-нибудь я это все расшифрую но главное то что сейчас вот внуки и дети этих людей которые уже покинули нас ищут меня потому что они не смогли записывать своих близких и они хотят чтобы я стану им копию и я дарю это естественно я уважаю традиции и я всегда ищу вот где начинается традиции по какой истинный смысл традиции потому что иногда традиции изменяются и теряется вот истинный как-то начало я всегда хотел вот это увидеть вот он таком чистом виде иногда когда ты вот покидаешь и свою страну свою семью ты смотришь по другому ты ценишь что-то это очень интересно и я вот везде где убивал я конечно учился там но я всегда искал что-то грузинское что-то интересное и спрашиваю людей я не было очень близкая связь с эмигрантами детей эмигранта даже вот в лондоне я пел там не было грузинской церкви 90-х сейчас есть но тогда я ходил в русскую церковь и там пел хоре потому что без песни я не могу я познакомился вот с истинным я же не знал вот дух россии и там познакомиться очень близко и прекрасные люди и но всегда всегда я даже не было ни одного дня когда я думал что я останусь здесь всегда я думал что что чему научиться что когда я вернусь в грузию будет не только для меня выгоднее но будет и так сказать всегда искал счастье всегда искал научиться тому который вот удаст возможность мне вот жить полное числе почему вы решили собирать это я помню вы рассказывали что это стало теряться уже в девятнадцатом веке эти сосуды били уже не не в моде то вы знаете потому что серебро это было чтобы оценить вот свет это потому что стекло уже не было всем доступно да но когда уже стало доступно девятнадцатом веке с россии может быть то уже серебро потеряла вот свой как сказать потому что стекло было дешево стекло было вот так и вот новинкой а серебро было очень дорого и только вот некоторые семьи сохранили конечно не все мог могли позволить вот серебрами сосуды и потому множество наших вот там коллекции это знатных и вот зажитых них семей и очень много было потеряно очень много взяли вот эмигранты потому что увозили да увозили потому что это было вот достояние семейное и когда они покинули грузию они взяли потому очень множество из наших коллекций мы покупаем вне грузии но но до дна я как сказал наша жизнь короткая мы должны всегда спешить искать хороших прекрасных людей и мире столько хороших людей и концентрация нужно на этом и вот можно сказать что вот главное радость что вот у нас есть этот ресторан это не только вот коммерческий такой проект для нас это проект любви я хочу выпить за дружбу и за нашу новую начальство всегда всегда ждем вас не только вот эти традиции не только есть очень много чего увидеть есть современные вещи которые я хочу поделиться с вами и конечно лучше жить с друзьями прекрасным спасибо очень искренне я вообще-то очень много думаешь такое вот счастье это 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 не только иллюзии это в реально я не знаю на грузине не могут представить себе счастливыми без гостей для грузинов счастье это конечно помни дом это вот семья друзья но один из главнейших вот как-то на части вот счастье это кость по сюда друзей не не могут себя полностью чувствовать счастливыми без гостей потому что вот счастье это когда делишься не только со желаниями гостями или с друзьями но с незнакомцами вот уважение с незнакомцами это очень старая традиция то есть это тоже оттуда это да 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 потому что вот сегодняшние грузины не такие вот этот ресторан был создан для людей как вы потому что позитивность которая есть вот традиция люди вот личности их всегда не хотим иметь место где это был все будет как-то встречаться и как-то наша жизнь же коротко и должны спешить чтобы делать что-то сказать доброе слово потому что жизнь вообще-то очень трудная вещь всеми страдаем да у нас всегда есть какая-то какие-то проблемы психологические да даже лучше если не проблемы материальными потому что если нет материальных проблем потом начинается совсем другое такая борьба ими должны всегда всегда как-то найти повод всегда искать повод чтобы сказать добрые слова чтобы полгода видать и получить энергию доброты ну что сказать вот я же сказал что вина пить и вот в эти этот процесс это не только как сказать кастрономный процесс это процесс духовный процесс социальный и все это когда есть вот правильные когда есть вот вибрация когда есть вот главный ритм и люди встречаются это будет душевный открытый разговор потом там случается волшебство да серьезно вот самые такие мгновения вот счастливые мгновения вот иногда бывались вот во время застолья я это детство помню вот этот дух единства дух любви потому что людям нужно как-то это выразить где-то встретиться да это было в семье это было в церкви да в прежние времена но застолье для грузинов это можно сказать что это эпицентр в грузию и с грузинское застолье нельзя невозможно понять без духовность потому что все толсты это не не говорится только нам это толсты говорится веру вечности и веру что эти люди которые нас покинули до некоторых как-то убили или некоторые покинули они это понимают они здесь вот тут единства не только вот людей которые не здесь а наших предков наших любимых членов семьи наших друзей давайте выпьем за любовь за вот там большое понимание любви не только между партнерами а любовь как начало нашей жизни и я очень счастливый человек если кто-то спросит у вас не знаете ли счастливого человека скажите это знать и двор сапа за любовь за наших любимых передайте нашу любовь вашим близким вашим друзьям и скажите что любовь жива от убили все да 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 а да да Субтитры создавал DimaTorzok